Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами попытаемся понять слова Христа о Царстве Божьем и насилии. «О дне Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Именно так переводит синодальный перевод эти слова Христа. И эти слова очень часто оказываются как кусок воска в руках толкователей. Они открываются новыми смыслами, и каждый толкователь видит в нем то, что важно увидеть именно для тебя. Поэтому слова похожи на калейдоскоп. Каждый раз, когда вы поворачиваете калейдоскоп, он вдруг начинает играть новыми гранями, новыми красками, новыми смыслами. В зависимости от того, в какой ситуации в данный момент вы находитесь, какие вопросы жизни и смерти стоят перед вами. Итак, «Со дней Иоанна Крестителя и до ныне Царство Божие силой или насилием берется, и употребляющие насилие, прибегающие к насилию или к усилию, похищают его, покоряют его, завоевывают его». Вот возможны варианты перевода этих слов. Секрет здесь в том, что греческий глагол «биозитая» в равной степени допускает и пассивное, и активное употребление. Именно поэтому даже в наших переводах мы чувствуем какую-то двусмысленность. И поэтому в зависимости от того, прочитываем мы это ключевое слово в активном значении или в пассивном, мы получаем совершенно разную картину. Прежде всего, конечно, интересен активный перевод этого слова. «Царство небесное прокладывает себе путь, входит в этот мир посредством насилия». И здесь, конечно, мы вступаем в конфликт с нашим розовым представлением о Евангелии, о любви, о милости. У нас никак не сочетается образ небесной любви и Бога с образами насилия. Но тем не менее, мы помним, что пришествие в мир Христа, рождественская ночь, освящена не только теплом и уютом человеческой любви и внимания, но точно так же в ней слышен крик и плач невинных младенцев, которые становятся жертвами насилия. Таким образом, пришествие в мир Бога обнажает и то насилие, которое царствует в этом мире, и иногда возникает впечатление, что Бог проявляет это насилие. «Царство небесное прокладывает себе путь, входит в этот мир посредством насилия». И эти слова перекликаются, конечно, с тем, что Христос говорит своим ученикам. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч». «Не мир, но меч». Меч – это оружие, орудие насилия. И в еврейском языке есть определенное слово, которое обозначает кинжал, с помощью которого зелоты уничтожали римлян, короткий кинжал, который позволял убить сика. И поэтому людей сикарии стали называть киллерами, слово, которое вошло в наш язык. И так, как будто Христос пришел не мир принести, но принести этот кинжал, который станет орудием насилия. И у нас возникает большой вопрос и недоумение. И в данном случае Христос произносит эти слова как некое предупреждение. Не зря Иуду очень часто считают зелотом. И поэтому можно объяснить, что в его глазах Христос недостаточно активен, недостаточно воинственно настроен против римлян и не защищает политические интересы своего народа. Именно это вызывает злобу и предательство Иуды, как зелота. И поэтому слова Христа служат предупреждением ко всем людям, которые хотят проложить дорогу к правде и дорогу к Царству Божию на этой земле с помощью насилия. И в 20 веке мы знаем, что была такая утопия построить Царство Божие на земле своими руками. Для этого достаточно лишь прежний мир уничтожить, разрушить до основания, а потом на этих руинах построить Царство Правды. И мы знаем, что всегда такие утопии оборачиваются еще большим насилием. Однозначно это не тот путь, который открывает Христос. Это тупиковый вариант. Теперь перейдем к пассивному прочтению этого слова. Как мы видим в синодальном переводе, Царство Небесное силою берется. Царство Небесное претерпевает насилие, и сильные завоевывают, захватывают его. И здесь возможны как минимум два толкования. Положительное и отрицательное. Прежде всего, положительное насилие – это, конечно, некий образ священного насилия, священного усилия. Я в данном случае не имею в виду священные войны. Священное насилие – это то усилие, которое человек проявляет по отношению к своим недостаткам, для того, чтобы их преодолеть. Это связано всегда с жесткой аскетической битвой против своих собственных пороков, против соблазнов этого мира. И в этой борьбе сильные духом праведники покоряют. Буквально, они как добычу получают Царство Божие. Именно об этом и говорится в Нагорной проповеди. Входите тесными вратами. Входите тесными вратами, потому что широкий путь чаще всего ведет к погибели. По нему легко идти, но он ведет в никуда. И поэтому, особенно в Евангелии от Луки употребляется то же самое слово. «Сражайтесь, примените силу, усилий для того, чтобы войти через тесные врата». Таким образом, если человек выбирает Евангелие и путь Христа, то от него потребуется мужество, самоотречение, способность победить свое низшее эго. Но это же слово имеет и отрицательное значение. Итак, если в положительном ключе это священное насилие означает усилие, борьбу, бодрствование, и Царство Божие принадлежит именно таким сильным духам, аскетам, которые вкушают его как плоды, как результат своего стремления, своего поиска, своей аскезы. Климат Александрийский говорит, «Царство Божие не принадлежит сонным, ленивым, но сильные овладевают им, берут штурмом царство». И это единственное доброе и благородное насилие. Совершить насилие над Богом и завладеть жизнью, которая исходит от Него. Вот тот положительный образ священного насилия, который мы встречаем у святых отцов. Но точно так же Царство Божие подвергается постоянно нападкам со стороны демонических сил. Каждый человек, который выбирает путь праведности, чувствует, что в этот момент демонические злые силы озлобляются и совершают свои нападения на Него. Это могут быть какие-то дурные помыслы, это могут быть просто злые люди, которые окружают тебя, лживые, несправедливые. И как будто мир – это поле битвы, на которой сходятся две армии, две силы, два царства. Царство зла, царство греховного мира и царство добра, сообщество верующих людей, составляющих вместе со Христом и Церковью Царство Божие. И именно в отрицательном значении это насилие обозначает те злые силы, которые всячески пытаются захватить и узурпировать власть над этим миром, истребляя любые знаки присутствия Бога в истории. И греческое слово имеет это значение – бросить вызов, одержать верх. Они пытаются захватить, узурпировать власть. Но на самом деле Царство Божие таково по своей природе, что его ни победить, ни уничтожить невозможно. Именно об этом Христос говорит своим ученикам. «Если мир ненавидит вас, то знайте, что прежде вас он меня возненавидел. Но дерзайте, будьте мужественными. Я победил мир, Бог уже победил этот мир, и поэтому та злоба, то насилие, которое по-прежнему как будто царствует в этом мире, в действительности является злом узурпаторов, которые не имеют никакой власти. Поэтому в устах Христа такие странные провокационные слова нужно всегда уметь прочитать в положительном ключе, как слова увещевания, предостережения, слова поддержки. На портале Экзогиатру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.